Библийские истории Они очень подробно рассказывают о мире души Я однажды сел и начал размышлять Женщина из Санонна Ее муж обращается к ней и говорит Дорогая, ты очень напористая Понимаешь, мне Если было бы хотя бы 40, 50 Еще нормально, но мне уже почти 60 И ты говоришь, чтобы я построила дом Знаешь, я не могу спать Потому что ты очень напористая Поэтому я понимаю, что если я не построю дом Ты мне не дашь спокойно жить Но устроить дом Честно, я не могу настроить себя И когда я общаюсь с моей супругой Знаете, моя супруга Это женщина И поэтому Если не делать так, как она хочет Она сразу же начинает пилить Знаете, когда мы, например, кушаем Она не хочет, чтобы я открывал дверь Нашей внутренней комнаты А вчера была хорошая погода Поэтому я открыл окно и дверь Нашу внутреннюю комнату Но из-за того, что я открыл эту дверь Пока мы кушали Она так меня ругала Я сказал Этот холодный ветер Который на улице Не войдет в нашу комнату Когда я у нее что-то прошу Она может просто забыть Мужчины не могут досконально все спрашивать И поэтому, по возможности, они терпят Знаете, в нашей церкви Наши братья и сестры говорят Что я всегда поддерживаю только братьев Но на самом деле это не так В современной Корее сейчас Мужчины очень сильно подавлены А женщины же, они продвигаются В президенты становятся Министрами становятся Однажды, когда я был в Таиланде Я читал мою лекцию перед правительством И сказал, что я хочу поменять Представление в Таиланде Потому что Таиланд это страна В которой царствуют женщины В самых лучших вузах В 88% это девушки В университете практически невозможно найти парней Вся страна практически стала царством женщин В Таиланде, если у тебя рождается сын Тогда начинают переживать А если родится дочь, то это праздник Парни, они еле-еле живут И даже когда женятся, то в основном дома распределяется жена И наша страна очень стала схожей с состоянием Таиланда Раньше было не так, но по крайней мере в нашей семье стало так Конечно, за хайфтору я могу говорить подобные вещи Но если я дома скажу такие вещи И вчера мы немножко так поругались и забыли Но я сказал в конце, дорогая Если чуть-чуть нарушить то, что ты даже просишь Я даже не нарушил, я сделал так, чтобы было прохладно нам Но ты не слушаешь, если я тебе что-то говорю Но это есть разница между женщинами и мужчинами Но эта женщина из Санама Она состарилась В Библии написано, что она состарилась Она состарилась Но мужу говорит, что поскольку приходит пророк Построй дом Да, нужно срубить дрова Это же не один-два дерева надо срубить Чтобы сделать основание, стены построить Потом это все надо срезать, чтобы поставить Если мы посмотрим Библии Здесь очень просто написано И сказала она мужу своему Вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас постоянно Святой Сделаем небольшую горницу над стеной И поставим ему там постель и стол и седалище и светильник И когда он будет проходить к нам, пусть заходит туда Очень просто она говорит Но представляете, пожилому человеку нужно сделать стол, кровать, седалище На самом деле это было непросто Но в такой момент невозможно винить женщину Я думаю, интересно, как она тогда поступила Как он поступил Если бы я был бы ее мужем Я бы сказал Дорогая, ты сделай Я же слишком стар, поэтому я не смогу сделать Дорогая, прости меня Но я хочу подольше жить рядом с тобою Хотя бы еще 2-3 года Но если я это сделаю, я погибну Поэтому, дорогая, ты сделай Я бы, наверное, так сказал Однако Библия не рассказывается о реакции мужа Ну, хотя она служила слуге Но еще же она получала большую любовь от мужа Потому что это непростое дело Библия говорит, что он был ста Однако Ее муж Он строил Это же не детские игры И еще, видите, как она много просит Чтобы сделали постель, стол Сейчас все можно купить А там нужно было самому сделать И ему говорят, чтобы он сделал постель, стол, съедалище и святильник Библия Чуть-чуть Мне жалко о том, что здесь не рассказывается о душе ее мужа Но здесь написано, что в один день он пришел туда и все сделал И можно заметить, что муж очень сильно заботился о жене Не знаю, он ничего не сказал или же что-то сказал, потом сделал Но Библия об этом умалчивает Мы В нашей душе Мы жили без Иисуса в нашей душе Знаете, я Я много говорю во время проповедей Я уже все, что мог, рассказал И поэтому Я не рассказываю новое Я всегда уже говорю то, что уже говорил вам Когда я переехал в город Падон Я не могу забыть первый день нашего переезда Потому что мы тогда надышались угарного газа и спали в комнате Но в тот день Знаете, хотя тогда в нашей церкви было много братьев и сестер Но, хотя пастор переезжал, но никто не приехал помогать Поэтому я все переносил Целый день Я помню, что я переносил вещи Хотя был болон, но я устал к вечеру И поэтому, как мог, просто все перенес И почти как труп упал в постель и заснул Но глубокой ночью Вдруг моя дочь Инсу начал плакать Я проснулся из-за ее плача Когда я проснулся, я начал зриться Я сказал Дорогая Почему ты делаешь, чтобы наша дочь плакала? Жена сказала Нет, ну ничего не мешает ей Я не знаю, почему она плачет И начала укладывать И дочка уснула И я тоже уснул Потом Прошло некоторое время И снова моя дочь начала плакать И когда второй раз я проснулся Я начал очень сильно злиться Знаете, я очень бережно отношусь к времени для сна Почему? Потому что именно в это время я должен спать Чтобы целый день работать И практически не помню, чтобы я просыпался ночью Но в тот день я проснулся И поэтому начал злиться Я сказал Дорогая Почему ты делаешь, чтобы наша дочь плакала? И немножко с неприязью начал говорить А моя жена говорит Ну дорогой, я не знаю, почему она плачет Сказал Включи свет Включили свет Ну, действительно, ей ничего не мешало И снова как-то ее успокоили Она уснула И моя супруга Она встала и сказала Что хочет пойти в туалет В то время мы жили в одной комнате И потом Есть кухня Через которую нужно пройти И потом улица Но когда мы открыли дверь Холодный ветер вошел в комнату И тогда моя супруга вдруг упала без сознания Тогда я понял Что А, она сейчас Надышалась угарного газа Если Человек Будет дышать угарным газом И потом Когда он Встретит холодный ветер Тогда он теряет сознание И тогда я понял Что А, мы сейчас Дышали ночью Угарный газ И поэтому я оттолкнул мою дочь ближе к двери, потому что я боялся, что если я возьму на руки, тогда я тоже могу пасть без сознания. И потом я начал кричать. И тогда соседи прибежали к нам. И потом спросили, что случилось? Я сказал, извините, пожалуйста, что в такой поздный час мы кричим, но мы сейчас надышались угарного газа. Тогда соседи сказали, а водка? И тогда они принесли отделы из своих комнат, постелили их во дворе. И потом один мужчина поставил лампу и сказали нам там спать. И так мы ночевали. На то время очень многие люди умирали из-за угарного газа. В ту ночь я должен был умереть. Знаете, я считаю, что моя дочь, мой сын, очень хорошие дети. Потому что в тот день, когда родился мой сын, до его рождения мы очень долго голодали. А когда мой сын родился, благодаря ему мы смогли позавтракать. Я был за это ему благодарен. Если бы в ту ночь дочка не плакала, тогда утром мы все трое были бы труппами. Может быть, можно просто закрыть на это глаза. Однако, пока я жил в этом мире, Господь Бог... Каждый раз, когда мне было опасно, Господь Бог защищал меня и берег меня. Когда я был в Акук Туни, я думал, что я могу умереть от голода. Когда я был в Чанбали, я думал о том, что я могу умереть от холода. Вечером было очень холодно. И мне было страшно засыпать. Поэтому после собрания я сказал одному брату, давай ты останешься на ночь. Но кто согласится спать в холодной комнате, когда есть дома теплая комната? И поэтому все ушли. Я сказал, ладно, все, до свидания. Потом я остался в комнате и начал размышлять. Если я умру от холода в то время у нас была одна сестра, которая 16 лет. И по утра ее мама, насколько я один живу, порой она приносила к нам домой кимчи. И Эзи Сон Джо придет и увидит, что никого нет. И она скажет, что где я мог лезть? А потом увидит, что я мертвый. И тогда она со слезами побежит домой. И когда я об этом представил, мне стало страшно. Но на следующий день я спустился к реке, чтобы умыться. И там есть маленький водопад, где течет вода. И потом я набирал воду там и умывался. И я вижу, что под дом плавают резии. я подумал, даже этих маленьких рыб сотворил Господь Бог, и они не умирают от мороза. Неужели Господь Бог так делает, чтобы я умер? И Он защитит меня. И с того момента я смог освободиться от страха о смерти. Потом, за что я был еще благодарен Богу, когда у меня была язва желудка, я обратился к профессору Чею в больнице Ханян. когда Он предложил мне лекарство от язвы желудка, я принял это лекарство и мне было так хорошо. Я подумал, да, есть люди, которые так легко, с таким хорошим желудком живут. Но когда я неделю принимал это лекарство, то как будто нет смысла принимать лекарство, потому что эффекта практически нет. И в тот день я начал молиться. И Господь Бог за 24 часа полностью смог вылечить мой желудок. Знаете, у меня был слабый желудок, поэтому я не мог есть мучное, я не мог есть кислое. Но с того дня до сегодняшнего дня я очень хорошо питаюсь, потому что желудок стал здоровым. Когда я служил в армии, мы проходили тренировку. И самое сложное тренировка это упражнение совы, которое выматывает человека. Мы проходили тренировку и каждый день я пил литровую бутылку по 8-9 раз, потому что очень много потели. Интересно, выпив воду, поворачиваюсь и снова хочется пить. когда мы утром выходили на тренировку, тогда нам давали соль, потому что за целый день соль, которая есть в организме, полностью выходит из организма вместе с потом. Знаете, с детства у меня было слабое сердце, и поэтому я не очень люблю, так скажем, резкие спортивные виды, но в тот день меня парализовало, я не мог двигаться. и тогда я понял, что у меня плохое сердце. На то время мне было только 22, и поэтому прошло 3-4 дня, и я поправился и дальше стал жить. Но когда мне стало за 50, то я чувствовал, что сердце ухудшается, но я ничего с этим не могу поделать. Целую неделю меня проверяли в больнице Ханян, и не могли дойти болезнь. Затем я слушаю, как бьется в моё сердце, и оно стучится, стучится, потом останавливается. Тогда очень странные ощущения приходили ко мне. Если даже сердце не станет биться, тогда я погибну. И это было 97-го в 98-99-м году. И где-то в мае 99-го года мы в Тейджоне строили центр для нашей миссии, и моё состояние было очень критическое. Я думал, смогу ли я хотя бы месяц прожить. Но в августе 99-го года Господь Бог чудо без лекарства Он дал веру, что моё сердце стало здоровым, и поэтому я стал бегать с того дня. В школе Содей чувствовал, что моё сердце улучшается в моей жизни. Каждый раз, когда было очень опасно, когда я приезжал в Сеул, то с района администрации Соджоу у нас был суд, и потом в суде в городе Соджоу говорят, что наше событие было самым большим событием в истории этого судебного дела. Но каждый раз я ни на кого не мог уповать. Однако Господь Бог был на моей стороне, и Он защищал меня, Он помогал мне. Я видел, как Он так действовал. Как всё это я могу оценить деньгами? В тот день, когда мы надышались угарного газа, если бы наша дочь второй раз не заплакала, тогда все мы трое утром были бы обнаружены телом. Поскольку эта комната долгое время пустела, поэтому там протекал угарный газ. Были очень опасные моменты, очень сложные ситуации. Однако Господь Бог находился рядом со мною, и Он защищал меня. Но что мне очень жалко. Из-за немного денег обижают Господа Бога. Отношения между нами Богом должны быть близкими. Но люди живут держать дистанцию. Но оплатские удовольствия, что они такие? В чём счастье? очень глупо поступают. Я про себя думаю, как можно быть настолько глупым? Когда мы смотрим на людей, какая разница, какие люди? Люди как могут влиять на меня? Не так сильно. Однако обманывают, обманывают других, очень жалко таких людей. Я даже семья всё отберут. Недавно в Америке мы проводили форум христианских лидеров, и мой сын стал генеральным секретарём, поскольку форм CLF начался в Америке, и на форме CLF участвуют многие англоязычные люди, и поэтому начали писать о том, что я продвигаю моего сына, якобы. Тогда я улыбнулся. если мой сын в последнее время говорят, что вот он там что-то сделал, тут что-то сделал, но я говорю о том, что если Господь Бог не поставил моего сына служителем, а если это я поставил, то я же веду моего сына к несчастью. Если я поставил царя, который не Бог поставил, тогда он рухнет. Люди, поскольку они не видят глазами Господа Бога, и очень пренебрегают Богом, но ведь такой великий Господь Бог у нас. Эта женщина в Сан-Ами она очень драгоценная женщина, она сказала своему мужу, да, она жила с мужем без детей, и человек Божий без детей, да, находится у себя дома, потом ходит разные города, и передает слово народу, учит их. Когда Елисей приходил в город Сан-Ам, тогда эта женщина, она кормила пророка Елисея. К вечеру же, мне кажется, у них была только одна комната, не не места, где может ночевать пророк, и поэтому Елисей спал, где попало, но эта женщина из Сан-Ама, ей очень нравилось, и она понимала, что это благословение, что человек Божий питается у нее дома, он питается передать слово, но если он еще останется на ночь у нас, то это будет для нас большой радостью, счастьем, и как будет хорошо, если это будет угодно Богу, однако ее муж очень стар, нет дома, и поэтому эта женщина, она для того, чтобы пригласить Елисея к себе домой, она искренне ждала и готовилась, она искренне хотела, чтобы Елисея пришел к ним домой, но поскольку не получается, она говорит своему мужу, это человек, который проходит мимо нас постоянно святой, правильно, так же говорится, сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Потом, что написано в 11 стихе? В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. Другими словами, уже была горница построена, правильно? И там есть постель, есть стол, есть седалище, есть светильник. Там он лег. и здесь говорится о комнате души. Мы нашей души, в комнате нашей души есть очень много моих человеческих желаний, то, что мне нравится. Мы заполнили ими нашу комнату души и Иисус Христос, который у нас есть, чтобы он спокойно мог находиться в нашей душе. как эта женщина думать об Иисусе Христе, готовиться. Мы не так живем, мы просто живем, как попало. Знаете, я размышлял над этим словом в Америке, в Буритании, из Великобритании из-за того, что были гонения со стороны церкви, которая имела власть, поэтому они поехали в Америку и однажды кто-то начал строить свой дом и тогда прохожий спросил, что вы сейчас делаете? А смотрите, здесь такой сильный ветер и также есть много диких животных, поэтому чтобы защитить моих детей, я строю свой дом. Тогда прохожий сказал, брат, мы пришли в эту далекую страну и без помощи Господа Бога сможем ли мы здесь выжить? Не надо строить свой дом. Давай, для начала, да, здесь много диких животных, сильный ветер, опасно, однако давай их прежде построим дом для Господа Бога, молитвенный дом, потом построим школы и только после построим дома. Эти люди оставив позади то, что им было нужно и сначала ради Господа Бога. в 62 году я получил спасение и в 62 году только в Корее было 520 миссионеров с США. В Корее они находились и передавали Евангелие и таких миссионеров было 520 человек, а по всему миру было десятки тысяч миссионеров. В середине 18 века христианство вошло в Корею, в Китай, Японию. Буритане они получали сильное гонение, потом эмигрировали в Америку и они не стали строить дома, они строили молитвенный дом, строили дороги, церковь, хотя было очень много диких животных, было много опасностей и дул сильный ветер, но они сначала строили для Господа Бога и потом только для себя. Здание Empire Stage Building, знаете, я прочитал книгу и за 13 месяцев построили 100 с чем-то этажей, поэтому когда строили Empire Stage Building, никто не входил в это здание, потому что боялись а вдруг там что-то неправильно построили. Однажды один самолет ударился в это здание, но хотя самолет ударился в здание, но зданием было ничего. И только тогда люди начали входить в это здание, когда мы строим молитвенный дом, знаете, даже за один месяц построить один этаж непросто, потому что нужно цемент стилить и еще строить, и даже за месяц сложно поднять один этаж, и то это здание не такое большое, а Empire Stage Building огромное, 102 этажей нужно было строить, но за 13 месяцев построили 102 этажей, это чудо, и на самом верхнем этаже, на 102 этаже, когда они строили, они отдыхали, спали, хотя инструменты в то время были не самые хорошие, на то время, о чем думали американцы, они думали так, что никто из жителей этого мира не мог думать, их уровень был очень высоким, порой, когда я езжу разные страны, читаю мои лекции, я рассказываю о Корее, что Корея зарабатывает деньги, продавая нефтепродукции, в Корее нет ни капли нефти, но покупая серьезно за границей, перерабатывают и отправляют на другую страну, в Америке, когда мы смотрим, говорят, что там 92% чистоты, а в Корее же минимум 95%, когда я впервые сел машину Mercedes-Benz, наш брат всегда использовал только хороший бензин, я говорил, не надо покупать хороший бензин, нужно использовать обычный, он говорит, нет, это хорошая машина, я сказал, ничего страшного, это хорошая машина, поэтому можно использовать дешевый бензин, да, и машина не жалуется, даже если вы дадите дешевый бензин, бензин, потому что у нас плохое, да, бензин содержит чистоту 95%, а в Америке самое лучшее, 92%, наш бензин, если отправить в Америку, это будет самый лучший бензин, хотя в нашей стране нет ни капли бензин, но перерабатывая нефть, сейчас купили ДЖБ из Франции из-за того, что не было скоростных поездей, а сейчас же наши скоростные поезда невозможно сравнить с теми, которые есть во Франции, и сейчас мы продаем по всему миру наши скоростные поезда, да, говорят, европейцы, чтобы вещи не продавали в Корею, почему? Потому что через полгода Корея здесь создала то, что будет намного лучше, это правда, знаете, я очень хорошо знаю, что до 88-го года, до того, как в нашей стране были Олимпийские игры, Корея была очень бедной страной, что гражданам нашей страны не выдавали паспорт, но президент НОТЭУ в марте 89-го года дал приказ о том, что гражданам, которые выше 45 лет, можно выдавать паспорт. Я сразу пошел сделать паспорт себе, поехал в посольство Америки, получил визу, знаете, когда я с моей супругой вошли, у меня спросили, вы супруги? Я сказал, да, вот, я взял за ручку. Они спросили, вы в Бониссе хотите поехать? Я сказал, да, тогда хороший поезд, и нам дали визу, и в марте 89-го года мы поехали в Америку, и сначала, чем я запутался, смотрю на карте, и пройдет Тихия Кенни, и сразу будет Лос-Анджелес. Но почему-то мы летим вниз, я подумал, почему же так? Я не мог понять, что случилось, а потом оказалось о том, что она немножко криво летит, и чтобы лететь по западно-восточному ветру, специально летят по океану, а когда обратно, летят через Северный полюс. В 89-м году, в марте, я съездил в Америку, и после этого мы начали отправить миссионеров за границу. Я не жальничал. Те, которых мне было удобно использовать, которых я хотел, чтобы находились рядом со мной, я отправлял их за границу. И после этого, сейчас, современные выпады на душу населения, когда я посмотрел график, то до 89-го года наша страна была настолько бедной, что даже паспорт не выдавали заграничный. Но начиная с 89-го года, можно сказать, прошло ровно 30 лет, потому что сейчас 2019-й год. И за 30 лет экономика нашей страны очень резко начала развиваться. И это на самом деле невозможно. наша страна состоит из 220 тысяч квадратных километров. Еще она разделена на север и на юг. И на севере 78% горы, и даже южной части почти 50-60% это горы. Поэтому получается из 110 тысяч квадратных километров если убрать горы, то остается где-то 45 тысяч квадратных километров. И на этой территории нужно строить школы, заводы, нужно заниматься земледелием, выращивать желтые груши. И в общем очень дорого стоит наша земля. за эти пастора за два года 24 тысяч служителей через нашу миссию получили спасение и нужно теперь их учить. На острове мы хотели купить землю, тогда за 3 квадратных метров нужно платить по тысяче долларов. и чтобы тренировать 3000 человек нам нужна земля на стоимость 3 миллиона долларов. Но в Спрингфилде мы купили университет и там только земли 3 гектара земли. А стоит же как одну третью сколько стоит в Корее. В Корее мы хотели купить 3 за 3 соток и построить хорошее здание. Тогда тысяч человек можно тренировать раз в месяц и мы хотели собрать служителей учить их. Но проблема не только в этом. Многие служители сказали знаете мы купили билет в Корею и приехали в Корею. Однако в нашем союзе есть много служителей которые не смогли купить билет. Что с ними делать? Приезжайте в нашу страну и учите. Мы построим здание и таких служителей очень много. Но в первую очередь мы купили Спрингфильде университет и сейчас знаете говорят что газовая рисоварка очень хорошо делается именно в Корее. И в нашей церкви тоже пользуются этой рисоваркой. И мы купили 8 штук и сказали 6 пользуйтесь Спрингфильде а 2 оставьте Нью-Йорк. И тогда моя немецка так радовалась и сказал но я же все-таки свекр поэтому ладно. Знаете купили посуду отправили туда потом я очень не люблю когда на полу стелят ковры потому что их очень трудно убирать и появляется плесень поэтому я сказал уберите полностью все эти ковры а сверху сделайте осторожно из дерева пол они сказали можно сверху складай потом сейчас делают звук аппаратуру ставят но знаете занимаясь такими делами мне кажется что это все снится мне знаете эти служители получают спасение знаете я когда думаю человек который получил спасение если освободится от себя и будет жить ради Евангелия то Иисус Христос для нас огромное дело совершает вы извините меня но послушайте знаете о каждом служителе да я размышляю как я сравниваю их с собою ну нет ни одного служителя который был бы хуже чем я я очень много рассматривал чем я могу заниматься поэтому сюда служителей поставил и вот так и вот так повернул и вот так положу только такими делами я и занимаюсь смотрю что в душе у служителей следующая страница следующая страница но когда я смотрел да я говорю положив руку на сердце что среди служителей нет ни одного служителя который был бы хуже чем я но если бы все они жили бы ради Иисуса только это женщина которая живет в Санами она жила вместе с мужем и они уже состарились она знает что ее мужу нелегко и она знает что муж не умеет хорошо строить дом но почему же она из-за чего же она зная что у мужа есть слабости недостатки но просит у мужа построить горницу человек божий который проходит мимо нас постоянно святой сделаем небольшой горницу над стеной и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник и когда он устанет пускай приходит к нам отдохнет ночью днем чтобы он мог писать включим светильник давай всем сердцем будем кормить его этот человек божий ведет нашу страну если не будет такого человека наша страна погибнет давайте вместе будем жить ради него так эта женщина знает что муж состарился знает что он плохо работает однако когда я читал библию что говорит Елисей придет в этот дом она богатая и поэтому она может собрать работников построить спроектировать посадить окна разве это тяжело нет однако сама должна строить переносит дерево может удариться может где-то поцарапает кровь будет течь однако эти люди были пожилыми не просто господи помоги чтобы мы получили квартиру даром и не хватает денег и поэтому пошли в банк и сняли деньги и потом купили не так эти люди были пожилыми людьми и хотя они сами не могут срубить одно дерево но они срубили дерево начали чистить поставили одно второе дерево да пожилым людям это же непросто я не знаю как они сделали но когда я думал что они строили дом это было прекрасно эта история сейчас говорится о строительстве дома в котором Иисус может находиться в нашей душе нашей душе если будут наши плотские желания удовлетворения ложь лукавство грех и чтобы Иисус мог находиться будет очень удобно если там будет грех и тот мир в котором нет тьмы нет грязи именно комната чтобы Иисус мог находиться чтобы не было никакого элемента который будет мешать Иисусу Елисей говорит ты так подумала о нас то есть не просто она сделала но она глубоко размышляла она попросила у своего мужа и получив вместе душу мужа для пророка Елисея они создали комнату где может проходить пророк и останавливаться сделали кровать стол сделали седалище светильник и Елисей пока находился в их доме он может успокоить всю бурю которая есть в их семье все проклятие которое есть в их доме он может прогнать и весь страх который есть в их доме он мог успокоить я в 62 году до я находился во тьме но в октябре 62 года я получил прощение грехов я думал что я попаду в ад но мне казалось что все это снится мой грех был омыт мне хотелось кричать о том что мои грехи омыты я получил прощение грехов я стал чист мне хотелось кричать кричать хотелось господь находился внутри меня поэтому без никакого неудовольства он кровью своей омыл мою душу а я стал чист я стал чист господи спасибо тебе я стал свят господи спасибо тебе господи это евангелие я не мог не распространять да было очень много противнения было очень много препятствий были гонения но ради такого человека как я Иисус пролил свою кровь ради такого меня он отдал свою жизнь и хочет быть господом моей душе каждый день я читал библию встречался сердцем господа бога и внутри моей души то что неудобно господ богу я уже не мог оставлять моей душе каждый день пока я был с господом богом и он был внутри меня я не мог оставлять тему моей души когда господь находился в моей душе когда господь внутри меня я не мог мою душу наполнять человеческими плотскими желаниями удовлетворениями я не мог с такими вещами жить с Иисусом уже прошло 60 лет почти 60 лет прошло господь пока был со мною даже если мне было тяжело даже если заболевал даже если мне печально даже если мне было трудно но я не знаю однако бог знает и он заранее защищает меня и бережет мною младший брат он на 4 года младший меня с детства мой младший брат был слаб физически я хочу чтобы мой брат прожил бы хотя бы до 61 лет но моему брату уже 72 в этом году до недавних времен по-моему 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 в прошлом году говорят что людям которым 70 лет нужно быть осторожным к туберкулезу потому что очень легко могут умереть я я подумал брат мне кажется можно тебе умирать я был благодарен знаете да несколько лет назад он ездил за границей передавал слово многие люди получили спасение я был очень благодарен за это сегодня я поеду в Филиппины потом проведу пасхальное собрание и сразу следующий самолет и пойду в Лос-Анджелес и там буду проводить пасхальное собрание там поскольку есть разница во времени потом в Нью-Йорке проведу семинар поеду в Германию потом поеду в Россию потом вернусь в Корею я так удивляюсь потому что я очень хорошо летаю на самолете знаете когда летел в прошлый раз в Весватини из Гонконга я сел в самолет и до Юанесбурга я должен был лететь 13 часов и потом выйти и перейти в маленький самолет и поехать в Королевство Весватини знаете я не понимаю людей которые говорят что они устают от полета в самолете мне кажется всю жизнь даже смогу прожить почему потому что там не звонят никто не тревожит тебя Господь Бог чтобы я мог заниматься Его делами я не такой человек однако Бог дает слово дает здоровье открывает путь в понедельник наши представители образования пойдут в Спрингфилд и будут работать с правительством штатов и также с представителями образования чтобы готовиться и мы там начнем наш университет и средняя старшая школа и потом теологическая школа и потом музыкальная школа и мы имеем такие планы все это пока я с душой Иисуса Христа занимаюсь делом Евангелия я хочу этим заниматься и я вижу что Господь Бог помогает мне эта женщина из Санама красивая образованная добрая об этом не написано эта женщина из Санама она нуждалась в руке и руководстве слуги Божьей и она понимала что ей нужна благдать милость человека Божьего и эту милость Бога можно получить только через человека Божьего поэтому человек Божий был красивый внешний некрасивый образованный необразованный без разницы это было для нее эта драгоценная женщина которая жила в Санаме она поняла что этот человек Божий может спасти город может спасти нас и может передать нам милость о спасении поэтому его нужно принимать у себя дома некоторые братья и сестры посовещались я не знаю но мне кажется не очень получилось и поэтому она сказала мужу тот человек который проходит мимо нас постоянно святой сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель и стол и сидалище и светильник и когда он будет проходить к нам поезд заходит и однажды он зашел в эту горницу в их дом и за это она была благодарна в один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там и сказал Гейзию слуге своему позови эту знамитянку и позвал ее и она стала пред ним и сказал ему скажи ей вот ты так заботишься о нас что сделать по тебе не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником она сказала нет среди своего народа я живу Елисей говорит можешь что-то сказать о тебе царю или военачальнику но она говорит нет среди своего народа я живу другими словами она говорит я живу хорошо тогда Елисей снова говорит и сказал он что же сделать ей и сказал Гейзи да вот сына нет у нее а муж ее стар и сказал он позови ее он позвал ее и стала она у дверей и говорит Елисей через год в это самое время ты будешь держать на руках сына то что только приснится может сейчас говорит пророк о том что у тебя родится сын эта женщина удивилась и говорит нет господин мой человек божий не обманывай рабы твоей но к удивлению через год она родила сына и женщина стала беременна и родила сына на другой год в то самое время как сказал Елисей и потом в 18 стихе и подрос ребенок и в один день пошел к отцу своему к жнеца и сказал отцу своему голова моя голова моя болит и сказал тот слуге своему отнеси ее к матери его и принесли его и принесли его к матери его и он сидел на коленях у нее до полудня и умер и пошла и пошла она и положила его на постель человека божия и заперла его и вышла знаете это очень прекрасная картина своего мертвого сына она положила на постель человека божия да и говорит человеку божьему сам решай хочешь отдыхать давай оживи моего сына вот я положил моего сына на твое место поэтому тебе негде прилечь поэтому ты решай этот вопрос и человек божий он оживил ее сына и после этого пришел голод и она находилась в далекой стране потом когда вернулась и как раз тогда Геосей находился рядом с царем и общался с царем и Елисей скажи все что сделал Елисей и тогда Елисей рассказывал о том что оживил мертвого сына и когда эта женщина пришла из далекой страны и видела что ее дом и земли нет и хотела попросить у царя и Елисей говорит что вот эта женщина о которой я рассказываю и спрашиваю а вот как и ей вернули поле и урожай другими словами даже будущее этой женщины позаботился пророк о нем мне кажется ее муж умер но Господь Бог так вел ее за это я был очень благодарен да не только то что мы видим то что мы можем держать в наших руках но хотя может мы не видим но Бог который защищает нас Бог который заботится о нас Бог который очень внимательно ведет нас я желаю чтобы вы такого Господа Бога попробовали и служили Ему и говорили о нем и чтобы ту благодать которая приходит от такого Господа Бога как эта женщина так же чтобы вы испытали тогда вы будете самыми счастливыми людьми я немощный человек однако пока я работал ради Господа Бога на протяжении прошлых лет Господь Бог открывал передо мной путь и ввел меня и в будущем Господь Бог будет со мной находиться и позволит передавать Евангелие по всему миру я верю в это теперь и мы как эта женщина из Санама как она построила маленькую горницу для пророка так же в нашей душе построим комнату которая будет удобна для Иисуса Христа прогоним то что не нравится Иисус Христу прогоним наши желания и не только то что мы можем видеть но ради невидимой помощи Иисуса Христа чтобы эта помощь наполнила наши сердца и чтобы мы получали благословение через Иисуса Христа и хотя сын умер есть трудность но она решила этот вопрос через Иисуса Христа именно если мы будем получать такую же милость тогда мы будем счастливы я верю что вы будете благословенными давайте помолимся Субтитры подогнал «Симон»